привет друзья на мой взгляд одной из самых лучших базовых прикорм является пшено дело в том что просто многие неправильно его готовят либо добавляют используют его в сухом виде либо варит из него кашу которая впоследствии превращается в одну в одну такую клейкую массу потом пытаются ее разбить сухими ингредиентами получается тоже не совсем хорошо получается сильно пылящая она либо одним куском лежит над ним вот сегодня я вам покажу как правильно приготовить вот как правильно распарить пшено и используйте его для для базовой прикормки и так друзья наливаем в кастрюлю воды гораздо больше чем нужно с запасе к доводим ее до кипения и дальше одну столовую ложку семян укропа бросаю так и еще варим у минутки три-четыре-пять готова и дальше высыпаем пшено высыпаем пшено и доводим до кипения как только начала булькать еще маленечко еще немножко как только она начинает булькать и сразу выливаем воду вот еще немного еще немного ну вот примерно так все теперь выливаем воду остатки воды пшено заберет на себя и вот пока она горячая это очень важно добавляем нерафинированное подсолнечное масло вот такое вот темная желтая вонючая ну на килограмм примерно ну грамм 70 100 все перемешиваю и сейчас зерно будет разбухать и заберет в себя вот это масло как бы очень важно масло если добавить в холодную кашу то она будет обволакивать зерно и получится сопливенькая прикормка которая с которой будет очень плохо работать закрываем крышкой и все она запаривается дальше и так прикормка простояла чуть больше часа мы видим что вся влага впиталась масло впиталась но в то же время она осталась рыхлой зернышки остались целы вот я вначале сказал что как бы это базовая прикормка новое и можно использовать и как отдельную только нужно будет подрегулировать грунтом в зависимости от течения но не менее не менее где-то ну примерно один к одному добавить грунта нужно обязательно иначе она будет просто размываться сильно и и течение будет сильно носить ну тут надо уже смотреть по месту что же делаю я я заранее готовлю состав в него входит жареные молотый арахис какао соль сахар и как бы рассортировал по пакетикам чтобы были вот ну как как это разовая доза с количество примерно все ингредиенты в равных частях кроме какао на вот я делаю сразу килограмма по 4 я высыпаю две пачки какао все это дело перемешиваю как уже сказал рассыпая по мешочкам и они у меня хранятся в холодильнике и вот уже на водоеме в эту в базовую прикормку я высыпаю мешочек вот такой перемешиваю его и так же как уже говорил добавляю грунт в зависимости от силы течения к примеру если вам нужно прикормка чтобы сильно пылила ну не сильно чтобы пылила нужно сюда же или в этот состав добавить сухое молоко все она будет пыли если же допустим получилось так что вам нужно более рыхлая прикормка можно сделать что добавить каких-то сыпучих сухих сухих элементов очень хорошо подходит сухой комбикорм у него тоже есть в составе дробленка разные там костная мука то все и он как бы не перебивает запах и в то же время комбикорм хорошо ее хорошо и урыхлит если вам нужно чтобы прикормка была более клейкой нужно уже в общий состав добавить миласы миласа придает как бы какую-то вязкость еще если этого будет недостаточно можно добавить обычной муки любой муки пару ложек бросить перемешать и попробовать если устраивает нормально если нет добавить еще раз перемешать и все только нужно учесть что мука тоже себя будет набирать влагу и она постепенно будет становиться гуще поэтому переборщить тоже здесь нужно не нужно переборщить если возник такая ситуация что вам нужно переманить рыбу у соседа можно еще усилить даже вот эти запахи можно воспользоваться дипами но дипами запахами ингредиентов которые входят в состав вот этой прикормки это укроп можно использовать анис опять же подсолнечник и жареные орехи вот здесь у нас жареные орехи есть можно воспользоваться такими дипами и будете переманивать рыбу на большом расстоянии чего делать не нужны не нужно дополнительно вводить сюда еще какие-то ароматизаторы особенно сладкие и с ярко выраженными выраженными запахами там лимона апельсина там клубники вишни это из ухудшить ухудшит это прикормку а может и окончательно и убить получится мешаниной запахов и просто распугаете рыбу всю нахрен и все такая прикормка хорошо работает ну для плотвы леща подлещика короче все белые рыбы ну конечно же не все мелочевки уклейки чебоков все ее любят кроме кроме карпа не то что он и не любит но с карпом совершенно другая ситуация там нужно экспериментировать прямо на водоеме потому что все зависит от ну от самого водоема к чему рыба привыкла как такая рыба капризная может сегодня и понравится один запах завтра другой тоже экспериментирую в этой области но можно использовать вот как базу без без ароматизаторов а в нее уже добавлять какие-то по одному какие-то дополнительные дипы и пробовать но это это я уже сказал в стадии эксперимента надо на каждом водоеме пробовать кстати очень хорошо на эту прикормку реагирует яси но только в летнее время осенью осенью ясь на прикормку не реагирует совсем многолетний опыт показывают буквально июнь июль июль июнь июль и уже с начала августа яси перестают подходить к прям на прикормке совсем получилась такая вот бюджетная очень надежная прикормка которая переплюнет практически любую импортную ну сказал бюджетное дело не в цене а вот эксперименты на самом деле показали что пробовая прикормки разных фирм и все же потом вернулся вот как к обычному пшену с укропом и запахом подсолнечка это это без проигрышный вариант на сегодняшний день ну что всем спасибо до свидания